представься пожалуйста какой твой позывной позывной шут расскажи немножко о себе у тебя такой интересный позывной с чем это связано может быть какая-то история есть как история был знакомый как он сказал арит есть короли есть шуты вот шуты правят миром когда развлекают королей перед пиром вот так вот как бы с 14 года и пошел он как взял так и остался шутом такая отсылка группа король и шут не так чтобы как группе король и шут просто больше сказочным персонажем чем к музыке давно воюешь с мая 2014 расскажи вот что тебя побудило пойти в ополчение твои первые дни в ополчении первые дни в ополчении как ушел с работы так как надо было защищать жену дочку в основном побудило то что я должен как бы отдать долг перед родиной ну а так в принципе я думаю это долг каждого стоящего со мной стоящего так же самое в мирном городе допустим так самым я так думаю должен каждый думать о семье как бы она не было если придут власти другие то я думаю не пощадят не друзей ними не близких не детей если они мирных не щадят то куда же о нас думать кем-то был в мирной жизни так понимаю не было военного опыта они военного то не было забойщиком был забойщиком слесарем электрополита подземной электрослесарь газосварщиком когда уходил с шахты был забойщиком в принципе она все приходит со временем навыки все выбор какой у нас в принципе нет а ты помнишь свой первый бой где это было первый бой так сказать прям как бой первый говорить это громкие слова получается под держинском он так говорить в основном чтобы столкновение ближних не было ну под градами приходилось сидеть часами так в основном бьет же дальнобойным ближние стычки они боятся потому что образуется либо котлы либо перевес тот который ну они четырнадцатом году боялись а когда подразделение веса было больше шести человек это уже опасно было для них принципе но но ничего рассказать а за время войны что-то запомнилось может какие-то истории истории тут бывает не помню что вчера делали то что еще помните о том что было год назад полгода назад ничего интересного принципе рассказать в основном все военные принципе все по усталу сейчас вот сейчас в киеве идет очередная попытка майдана как ты думаешь удастся ли она и каким образом это может отразиться на ситуации в донбассе в принципе не знаю как она отобразится на нас ну а ну как бы нам принципе и на руку может быть хоть меньше нас обстреливать будут тут здесь мирных жителей которые сидят уже ждут когда наступит долгожданное перемирие чтобы вернулись работы чтобы как говорится не перебиваться с копейки на копейку киеву как было раньше все равно так и сейчас все равно чтобы она не делалось а у них нам от этого легче не станет по крайней мере в плане финансовом они как раньше забивали на нас мы были дотационный край так и сейчас принципе смотрим наблюдаем слушаем говорится что у них там творится каждым разом все больше улыбаешься все новые новые придумают как бы истории то постоянно теракты у них там какие-то и мы в этом виноваты причем тут мы если говорится мы здесь только стоим на обороне как говорится нашего края какие-то приветы пожелания хочешь передать даже не знаю в принципе при этом никому уже из тех только если семье передать родным близким друзей как таковых всех то здесь больше никого не осталось спасибо